Здравствуйте, уважаемые телезрители! Древний китайский ученый и философ Конфуции как-то сказал, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, а мы так живем уже почти 26 лет. Именно столько длится пенсионная реформа. И вне зависимости от социального положения и статуса нас всех это касается. Кого-то раньше, кого-то позже, а кому-то в самый раз. О том, какие перемены произошли в очередной раз, чего нам ждать от родного государства, об этом мы поговорим с сотрудниками государственного учреждения управления пенсионного фонда по городу Артему и Шкотовскому району. Любовь Григорьевна Косенко, начальник управления пенсионного фонда по городу Артему и Шкотовскому району. Ольга Владимировна Лушникова, начальник отдела назначения и перерасчета пенсий. И Лариса Васильевна Косенко, начальник отдела персонифицированного учета. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Давайте начнем с самого главного. Минимальная пенсия на сегодняшний день сколько составляет в рублях? Средний размер страховой части пенсии на сегодня составляет чуть больше 13 тысяч. Минимальная пенсия, если мы с вами говорим о минимальной пенсии, она есть и 5 тысяч, я говорю о страховой пенсии, есть и 6, и 8. Но в этом году, в 2016 году, до прожиточного минимума, который на сегодняшний момент составляет 8 744 рубля, специалисты пенсионного фонда в соответствии с законодательством доплачивают федеральную социальную доплату до прожиточного минимума. Поэтому средний размер страховой пенсии чуть выше 13 тысяч, а минимальную мы можем сегодня говорить 8 744 с учетом федеральной социальной доплаты. Давайте все по порядку. В связи с произошедшими изменениями в законодательстве, 400-й федеральный закон, мы уже об этом не раз говорили, какие предусмотрены изменения в части начисления пенсии и индексации, наверное. Да, вот я как раз и хочу акцентировать ваше внимание, потому что, говоря сегодня о назначении пенсии, все-таки это индивидуальные факторы, прежде всего, а общие параметры, мы о них всегда говорили, значит, баллы должны быть и соответственно стаж, и соответственно отчисление в пенсионный фонд. А вот то, какие изменения произошли в 2016 году, они прежде всего касаются индексации пенсии и касаются перерасчета пенсии работающим пенсионерам. А разве были в 2016 году индексации? Ну, Александр Иванович, вы прям не даете точку поставить в предложении, а сразу вырываетесь. Пожалуйста, ставьте. Мы все с вами свидетелями оказались большой полемики, как и на страницах газет, так и в телевидении, о единовременной выплате в 5 тысяч рублей, которая будет произведена в январе 2017 года для всех получателей пенсий, значит, дабы покрыть вот отсутствие второй индексации, которая должна быть. При этом во вторую индексацию, индексацию у нас, об этом, я думаю, более подробно расскажет Ольга Владимировна, в индексацию мы не индексировали пенсии работающим пенсионерам, а вот эти 5 тысяч рублей, которые будут выплачены в январе месяце всем абсолютно получателям пенсий, значит, туда попадают у нас и неработающие пенсионеры. То есть здесь полемика все-таки еще продолжалась буквально до последних дней, она касалась военных пенсионеров, то есть платить им или не платить, сначала говорили о том, что военные пенсионеры тоже получат 5 тысяч рублей, потом речь шла о том, что они не будут получать 5 тысяч рублей, потом Владимир Владимирович Путин, значит, дал поручение изыскать средства, сегодня мы уже говорим, что военным пенсионерам также будет выплачиваться сумма 5 тысяч рублей. Все наши получатели пенсии получат эти выплаты в январе месяце. 5 тысяч рублей – это, конечно, деньги, но, согласитесь, не такие большие, чтобы покрыть полностью индексацию, ну, хотя бы за полгода. То, что планировалось установить с 1 августа по результатам первого полугодия индексацию пенсии по уровню инфляции, то если бы даже она была установлена с 1 августа, то у нас здесь получается с вами всего 5 месяцев, да, до конца года, включая декабрь, 5 месяцев. У тех пенсионеров, у кого пенсия составляет, например, 5 тысяч, то с учетом уровня инфляции их сумма даже не достигла бы тысячи рублей. То есть пенсия, которая более весома, то есть 10 тысяч рублей, то вот за 5 месяцев на этот процент инфляции, которую государство предполагает, эта пенсия как раз где-то в пределах данной суммы. Поэтому в среднем было принято решение установить индексацию, единовременную выплату взамен этой индексации в размере 5 тысяч рублей по тысяче каждый месяц. И еще хотел... Я так понимаю, что вы начали уже отвечать на вопросы телезрителей. Я хочу пояснить, что когда готовилась эта программа, нам звонили не только нам, но и в пенсионный фонд, звонили телезрители и задавали свои вопросы. И просили меня, чтобы сотрудники пенсионного фонда на эти вопросы ответили. А мне бы хотелось поинтересоваться, узнать о праве выбора пенсионного обеспечения для граждан. Вот тут есть какие-то варианты? Или как написано, в законе и никаких отступлений? У нас по 167-му федеральному закону об обязательном пенсионном страховании, это статья 33-я, значит, 31 декабря 2015 года истек срок для принятия решения гражданами о выборе варианта пенсионного обеспечения, предусматривающего направление 6% тарифа на накопительную пенсию. В связи с этим у застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в пенсионном фонде, у этих лиц, которые ни разу не писали заявление о выборе инвестиционного портфеля, либо не меняли страховщика, либо они отказались от формирования накопительной части, вот у этих застрахованных лиц с 1 января 2016 года формируются права только на страховую пенсию. Вот, если у этой категории застрахованных лиц на лицевом счете есть пенсионные накопления, то они будут продолжать инвестироваться, и при выходе на пенсию данные суммы будут выплачены этим гражданам. Исключение составляют только лица 67-го года рождения и моложе, которые впервые устроились, трудоустроились с 1 января 2014 года. Вот по данной категории им предусмотрено право выбора варианта пенсионного обеспечения в течение 5 лет. Одно время очень активно вели свою работу негосударственные пенсионные фонды, прям ходили по предприятиям, предлагали свои услуги. Последнее время мы все обратили внимание, что вот эти пенсионные фонды, негосударственные, ну, мягко говоря, закрываются, либо лишаются лицензии. Почти все. Беспокоиться по этому поводу не надо, поскольку автоматически, если они лишаются лицензии, автоматически страховщиком становится пенсионный фонд. И средства пенсионных накоплений, которые гарантированно передаются в пенсионный фонд, они равны номиналу, который складывается из суммы взносов, который заплатил за конкретного человека работодатель, если человек участвовал в программе софинансирования, и также средства материнского фонда. Работодатель заплатил негосударственному пенсионному фонду, а затем он лишается лицензии. О каких средствах мы говорим? Эти средства передаются в пенсионный фонд. А если нет средств? Значит, нет. Эти средства должны быть по закону, они передаются. По закону многое. Нет, на сегодня они застрахованы, да, эти средства передаются. Единственное, что еще какой момент. Далее агентство по страхованию вкладов реализует активы этого негосударственного пенсионного фонда. И если, значит, будут средства после реализации, превысят этот номинал, то в пенсионный фонд еще будут переданы и вот эти средства для того, чтобы как бы восполнить инвестиционный доход, который, если был по конкретному человеку. Но номинал передается. Мне все равно кажется очередная какая-то уловка. Но дело в том, что выбор государственного или негосударственного пенсионного фонда речь-то это шла, я имею в виду, мы же говорим о накопительной части. В первую очередь. Поэтому это право выбора каждого человека. Ведь никто никого никуда не агитировал. Поэтому сегодня, если люди выбрали негосударственный пенсионный фонд, это их право. Что касается средств, как сказала Лариса Васильевна, да, на сегодняшний момент все средства застрахованы. И поэтому номинал, который был, он все равно у человека останется. Если говорить о ситуации у нас по городу Артемов и Шкотовскому району, то на сегодняшний момент у нас как бы вот людей, большого количества людей, которые на сегодняшний момент попали в разряд тех не государственных и пенсионных фондов, которые лишены лицензии, ну, практически они не существуют. Те люди, которые у нас находятся в своей накоплении и оставили в негосударственных пенсионных фондах, они достаточно крупные. Скорее всего... Вы сейчас говорите о статистике. То есть таких людей мало, но они есть. И для каждого человека это безусловно... Никто не оспаривает это. Я еще раз хочу сказать о том, что на сегодняшний момент право выбора каждого человека, но та сумма, которая на сегодняшний момент была им несена, она на сегодняшний момент застрахована. И она будет ему возмещена. По 75-му федеральному закону о негосударственных пенсионных фондах граждане могут воспользоваться правом, до момента за обращением за накопительной пенсией, они могут воспользоваться правом на переход не чаще одного раза в год из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, либо из пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд, либо вернуться обратно. Путем подачи заявления о переходе, либо заявление о досрочном переходе. Вот здесь хочу акцентировать внимание, что на основании заявления о переходе переход застрахованного лица осуществляется в год следующий, за годом, в котором истекает пятилетний срок с даты подачи заявления. И есть еще заявление о досрочном переходе. Вот на основании заявления о досрочном переходе Переход застрахованного лица осуществляется в год, следующий за годом подачи заявлений Но здесь есть нюанс Вот эти два заявления, они различаются не только в порядке рассмотрения этих заявлений Но и в расчете сумм пенсионных накоплений, которые передаются Много у нас таких активных пенсионеров, которые... Пенсионеры нет, здесь пишут только те, могут переходить, у кого не установлено Много у нас таких активных граждан, которые приходят, пишут заявления, меняют свои позиции, свои отношения и так далее В этом году это единично, буквально единицы, вот в прошлом, в 15-м году много было, много, порядка около тысячи где-то писали Но это в основном люди предпенсионного возраста? Нет, наоборот, это в основном молодежь Хотя многие, знаете как, немного не понимают, им не объясняют о том, что они думают Им объясняют следующее, говорят о том, что вы потеряете, не перейдя в негосударственный пенсионный фонд, вы потеряете накопительную часть Это очень хорошо, что в нашем пенсионном фонде есть такие специалисты, которые могут все по полочкам разложить и рассказать всем, кто заинтересован в своей будущей пенсии Давайте вернемся к уловкам и обманам Телезрители спрашивают, мы вступили в программу софинансирования и при выходе на пенсию мы не получили всю сумму Как это объяснить? Ну это объяснить очень легко и просто Это никакие не уловки, это и никакие не обманы Потому что мы с вами, я так понимаю, ведем разговор сегодня о так называемой программе в народе тысяча на тысячу Или о программе софинансирования Единовременная выплата в полном размере может быть произведена в том случае, если размер накоплений будет менее 5% начисленной пенсии При этом можно эту сумму забрать через срочную выплату или сделать расчет через накопительную часть пенсии Поэтому ни о каком обмане вообще речи никогда не было и нет Все люди, которые написали заявление на единовременную выплату, у кого размер пенсии был менее, размер суммы пенсии и сумм накопленных был менее 5%, все они ее получили в полном объеме Более того, у нас сегодня практически 50% тех людей, кто получал уже одноразовую выплату эту накопительную, они ее получили уже и по второму разу То есть у них подошел срок, они эту сумму забрали, продолжали платить и написали заявление на вторичное получение суммы Конечно, она уже была значительно меньше по сравнению с той, которую они выплатили, но они ее получали Те люди, которые на сегодняшний момент, еще раз повторяю, у которых есть накопление, но размер суммы менее, более 5% от начисленной суммы пенсии У них есть право выбора Мы всем говорим о том, что сегодня мы должны жить, наверное, не единым днем А почему правительство и предусмотрело вот эти срочные выплаты Значит, размер их и начисления, они увеличат размер пенсии человека в будущем Не сегодня, не завтра, с момента назначения того, какой способ выплаты он выберет То есть человек сам, исходя из суммы своих накоплений, может определить, хочу ли я в течение 10 лет дополнительно к своей страховой получать срочную вот эту выплату в размере, там, 2 тысячи, полторы, в зависимости от накопления у человека определяется эта сумма Либо я хочу ее в течение 15 лет, чтобы мне это было подспорье Скажите, а где можно получить информацию об уплаченных дополнительных страховых взносах? Вот то, что мы сейчас говорим, здесь все понятно Ну, во-первых, люди знают, какую сумму они получили, плюсуют ту сумму, которую добавило государство, это первое Ну, а второе, есть категория людей, которые на сегодняшний момент не знают о том, что находится Если есть такая категория, которая не знает о сумме средств, которая находится у них на лицевых счетах Все легко и просто, они обращаются в пенсионный фонд, кабинет номер 2, запрашивают выписку И по выписке видно, какая сумма находится у них на лицевом счете Мы пользуемся этими выписками при произведении расчета Надо не забывать о том, что у каждого застрахованного лица есть право один год бесплатно Запросить различного рода выписки по системе персонифицированного учета С учетом технокоплений, которые существуют и есть у него на лицевых счетах И делается это в кабинете номер 2 Если у человека нет возможности на сегодняшний момент обратиться, прийти к нам лично Он может воспользоваться, написать заявление через сайт госуслуг И обратившись к нам, предоставить там свое страховое свидетельство И обратиться к нам, мы вышлем ему его выписку на дом по тому адресу, который будет предоставлен ему в электронной почте Есть ли изменения в использовании материнского капитала? Там же наверняка тоже это все проговорится? Материнский капитал, он у нас на сегодняшний момент не входит в выписку индивидуального лицевого счета Материнский семейный капитал – это государственная социальная программа Она на сегодняшний момент существует отдельным блоком в нашей социальной программе И практически никаких изменений, за исключением того, что в 2016 году у нас не индексировалась стоимость материнского семейного капитала Значит, будет ли она индексироваться в 2017 году, сегодня я вам не скажу По одной простой причине, что распоряжений правительства Российской Федерации по этому поводу нет В бюджете Российской Федерации, который сегодня в Госдуме рассматривается и прошел первое чтение Мы пока не видели заложенные суммы на индексацию материнского семейного капитала Но то, что изменения, какие произошли в получении материнского семейного капитала Я думаю, об этом знают все То есть второй год подряд в прошлом году мы по заявлениям за счет средств материнского семейного капитала Если он не использован и если у него суммы такие находились на счетах у мамочек Мы выплачивали единовременную выплату в прошлом году 20 тысяч В этом году мы выплачиваем 25 тысяч Мамочки, те, которые не получили и хотят получить единовременную выплату в этом году Они могут обратиться до 30 ноября Но за детей, рожденных по 30 сентября 2016 года Часто очень нам задают вопросы, я думаю, этот вопрос у вас есть, я прямо так чувствую Что мамочка задает его очень часто Если я получила в июне месяце 25 тысяч, могу я еще раз написать заявление, получить? Конечно, нет Единовременная выплата, она потому единовременная, что выплачивается один раз По постановлению правительства один раз в году При наличии средств на материнском капитале И еще одно достаточно серьезное направление материнского семейного капитала Изменения произошли в этом году То есть у нас распоряжение обналичить, вы все прекрасно понимаете, что его нельзя Это законно запрещено и невозможно А вот направление на улучшение жилищных условий, направление на образование детей Или же на сегодняшний момент перевод средств на накопительную часть пенсии мамочки в будущем К этим трем направлениям добавилось еще достаточно серьезное направление Это сейчас возможно направить средства на товары и услуги Предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов Вопрос этот очень сложный, он требует индивидуальной консультации Поэтому если есть желающие, то нужно обращаться именно за индивидуальной консультацией По поводу индивидуальной консультации Почему сотрудники пенсионного фонда принимают по предварительной записи, а не по живой очереди? Мы принимаем не только по живой очереди В соответствии с тем, что на сегодняшний момент увеличилось огромное количество документов оборота электронного И для удобства То есть сегодня любая наша консультация любому человеку Она составляет от 5 до 15 минут Мы все прекрасно понимаем, что если человек приходит только за получением справки, это один режим времени А если человек приносит пакет документов на заблаговременную работу При этом не знает, где какие предприятия, на каких он работал, не может пояснить Потому что предварительная оценка – это достаточно сложный вопрос И любой документ, любая справка, которая приносится в пенсионные фонды Потом используется для назначения пенсии или любых социальных выплат Она должна быть оценена Это другие временные рамки Поэтому на сегодняшний момент, исходя из госстандартов Мы переходим на работу с клиентами по предварительной записи Записаться можно, это очень удобно Сегодня 4 специалиста уже переведены на работу только по предварительной записи И один человек работает по живой очереди Когда человек записывается по предварительной записи, он называет вопрос И специалист уже смотрит, где есть свободное время с учетом временных рамок Чтобы человеку ответить на тот или иной вопрос Поэтому сегодня нужно пользоваться предварительной записью по телефону 98-342 Или еще лучше, через сайт госуслуг или через личный кабинет Поэтому сегодня система очень проста И практически вот сегодня уже 80% людей, обращающихся к нам Почему у нас и очереди? 80% людей, обращающихся к нам, они все пользуются услугами предварительной записи Для того, чтобы прийти в определенное время, к определенному часу Разрешить все свои вопросы Поэтому сегодня, да, система вот такая Мы переходим на работу более цивилизованную Уважаемые гости, за 20 минут нашего общения я набрался очень много знаний По пенсионной реформе и по пенсионному законодательству И выяснил для себя, что чтобы пойти на пенсию и достойно на ней существовать Необходимо знать пенсионное законодательство И важно не то, что ты заработал, но и как государство о тебе позаботится От этого зависит твоя будущая пенсия Наша будущая пенсия Потому что нас всех это касается На этом я с вами прощаюсь Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире Субтитры подогнал «Симон»